Это Вести Татарстан, события недели. 300 км в час по железной дороге. Скоро в России это будет реальная идея, которая зрела много лет, начнет реализовываться. Обсуждения велись долго и на разных уровнях. Точку поставил президент России. Приоритет маршрут Москва-Казань. Появится он к 2018 году. Проект обсуждал председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин. В Государственной Думе прошли парламентские слушания, посвященные созданию железнодорожного сообщения. Детали у Алины Хусаиновой. О том, что скоростной дороги из Москвы в Поволжье быть, Владимир Путин заявил в конце мая в Сочи. Тогда же он отметил, что в приоритете Казань. Причина этому высокое промышленное развитие региона, где жители нуждаются в улучшении связи с центром. По предварительным данным, время в пути от Москвы до Казани, если мы начнем строить и завершим эту стройку, сократится с 11 с половиной часов до 3 часов 30 минут. Немного позже на экономическом форуме в Санкт-Петербурге представили проект интермодальной ветки железной дороги. Маршрут Москва-Казань стал одним из трех направлений, куда глава страны призвал бизнесменов вкладывать средства. О том, что Татарстан поддержит строительство и готов к вложениям, в Москве заявил Фарид Мухамедшин. Во время парламентских слушаний по поводу развития железнодорожного сообщения. Там же стали известны и сроки. Чемпионат мира по футболу. Это еще огромная безопасность на дорогах. К сожалению, количество погибающих на дорогах, перегруженных. Сегодня большое количество грузов на фуры легло. 20-25 тонны на наших узких дорогах. Мы теряем время, мы теряем работоспособных людей. Скоростная магистраль Москва-Казань станет первой в стране, где вся инфраструктура и пути будут строиться с нуля. Другие похожие линии, а их в России всего две, это Москва-Санкт-Петербург и Москва-Нижний Новгород, работают на уже имеющихся путях. Из-за этого максимальная скорость до 200 км в час. На новой ветке скорости будут вдвое больше. Таких аналогов в России пока еще нет. Отдельно выделены инфраструктуры. Поэтому проект уже в этом году начнет свою реализацию. Начнутся проектные разработки этой линии высокоскоростной магистрали от Москвы до Казани. Общая протяженность ее составит 803 км. И по ориентировочным подсчетам сам проект будет стоить около 928 млрд. рублей. Железная дорога свяжет территории шести субъектов России. Пройдет через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары. Кроме крупных городов на пути следования будут построены дополнительные вокзальные комплексы, чтобы новой дорогой смогли воспользоваться жители всех регионов, на чьей территории будет пролегать полотно. Вопрос безопасности на особым контроле. Строители полностью исключают возможность прохода на рельсы как людей, так и механизированного транспорта при помощи ограждений и эстакад. Через пять лет высокоскоростные поезда маршрута Москва-Казань будут прибывать на вокзальный комплекс Казань-2. Время в пути составит около трех с половиной часов. Стоимость, по предварительным данным, будет от 800 до 8 тысяч рублей в зависимости от класса вагона. Из-за этого вокзал Казань-2 будет реконструирован. Сейчас он транзитный, поэтому там нет требуемых условий для досмотра багажа пассажиров скоростных составов. Именно поэтому к 2018-му здесь появится новый терминал для отъезжающих на поездах интермодальной линии. Алина Хусейнова, Рустем Садриев, Вести, Татарстан.